Здравствуйте гости и подписчики нашего канала. Сегодня мы поговорим о первой помощи питомцев при переломах. Если у вас возникли какие-то вопросы, оставляйте их в комментариях, мы на них обязательно ответим. Авария, падение с высоты, неудачный прижог, чрезмерные нагрузки, полностью оградить питомца от всех рисков вряд ли получится. Но даже если кость сильно раздроблена, сегодня вылечить почти любой перелом технически не сложно. Но, конечно, если вовремя обратиться к ветеринару. Фиксируем челюсти, например, намордником или бинтом. Это необходимо в любом случае, даже если питомец не агрессивный и выглядит спокойным. Питомец может укусить, когда владелец по неосторожности сделает ему больно. Например, попытается перевязать рану, наложить шину. Даже в легких случаях, например, при переломе хвоста, у животного просто может не хватить терпения и деликатности. Фиксируем место травмы, когда это необходимо. При одном только подозрении на перелом, когда нет видимых повреждений, собака осторожничает, надвигает поврежденной частью тела. Не нужно дотрагиваться до места травмы. Если сломанные ребра, то нужно перемотать грудь широким бинтом или какими-то тканевыми лентами. Довольно туго, но так, чтобы не очень сдавливать ребра и не мешать дыханию животного. На сломанную лапу нужно наложить шину из любых подходящих реек или куска пластиковой бутылки, ну и тому подобное. При переломе челюсти у питомца может западать язык или возникнуть какие-то трудности с дыханием из-за скопившейся в глотке крови. Поэтому нужно очистить дыхательные пути, но это делать нужно очень осторожно, стараясь не смещать сломанную челюсть. Желательно зафиксировать ее, соорудив какой-то каркас из проволоки или бинтов. Но это долго, если до клиники ехать 10 минут, то можно не терять времени, зря сразу ехать туда. Нельзя пытаться вернуть сломанной кости естественное положение. Цель фиксации в том, чтобы животное не повредило себе ее еще больше, пока вы едете в клинику. Поэтому во всех случаях, когда возможно довести ваше животное до ветеринара, минимально беспокоя травмированную область, не нужно лишний раз касаться больного места. Животное нужно перевозить в щадящем положении, которое зависит от места травмы. Нужно усадить или уложить питомца так, чтобы не нагружать сломанную конечность, сломанную кость. Щенка или какую-то маленькую собачку или котика можно посадить в бокс или в переноску. Если есть какие-то подозрения на перелом позвоночника, то желательно вызвать врача на дом. Если врач приехать не может немедленно, то до приезда врача животное нужно удерживать в том положении, в котором он находится. Если это невозможно, то его нужно перетащить желательно вдвоем на лист фанеры или фиксировать его, что привязывают к этой фанере бинтами, в том положении, в котором он уже лежит. Нельзя пытаться распрямить или согнуть питомца. При кровотечении накладывают жгут в высшее место травмы или тугую какую-то марлевую повязку. Если путь до клиники займет дольше 20 минут, то свяжитесь с ветеринаром по телефону, и он вам подскажет, как снизить боль или как избежать осложнений, связанных с длительной транспортировкой питомца. Если у вас возникли какие-то вопросы, оставляйте их в комментариях, мы на них обязательно ответим. Берегите своих питомцев! Берегите своих питомцев!